Для меня пока что эта компания является самой интересной с точки зрения, а, баланса, ну, это, скорее всего, из-за того, что уровень сложности понизили, и компьютер начал хотя бы что-то делать. И второе, из-за, видимо, перевода более качественного, здесь персонажи не такие плоские, ну, вроде автор всех компаний один и тот же, может, он и списался просто, или расписался, черт его знает как. Короче, здесь персонажи такие, хоть и немножко наивные, но язык интересный. Представляем вам Элвина, такого молодого повеса, он довольно-таки совсем недавно начал свой эксповый такой опытный путь. Он является придворным эльфом, но судьба его забросила немножко поприключаться. В самом начале компании нам рассказывают про то, что он по уши, а уши у него длинные, втюрился в одну совсем необычную эльфийку. Ох, уж эти эльфийки. И только красиво, но еще и умна, такой богатый у нее внутри мир. Но, конечно, не без проблем, потому что папашка у нее строгий, папа не в кораблекрушение. И есть еще один злопыхатель, точнее, ну да, пусть назовем его злопыхателем, при дворе, который отправил нашего героя, так это, кстати, да, вторая миссия, договариваться с тиграми. Не спрашивайте, это слишком сложно, у эльфов свои задачи. У меня за пазухой сокол, которого наша благоверная при... ну, дала нам для того, чтобы он делал разведку. И мы пришли к тиграм, которые... у которых проблемы, а проблемы у тигров с троллями, и троллей мы должны убить. Просто без вопросов, не надо, просто нам надо убить троллей. Будешь много спрашивать тебя, как в прошлый раз мы поговорили с тигром, с ног до головы пометили. Вот, лучше миссию мы поняли, идем вперед. Кроме того, что необходимо уничтожить троллей, нам необходимо этого самого элвина на этом уровне развить, ну, на этой карте развить до 22 уровня, и накидать ему там характеристик, чтобы было попроще в следующие разы. В принципе, у него уже защита весьма серьезная, 87-87, стрелять, орудовать он почти не умеет, магии две школы плюс разведка. Посмотрим, что из него выйдет. Да, я принимал решение, что после захвата замка отправляюсь пытаться справля... А, отправляюсь на троллей, в этом замке делаю закуп. Меня интересует в первую очередь эльфы, больше тут никто. Хотя можно было бы отстроить еще Magic Guild постепенно. Эльфы пешкарусом бегут пока что... Ага. Но раз уж я сюда пришел, в конце концов, у меня задача-то другая. Я могу просто убить троллей. Все, что нужно, пособирать. Так, пески. Это наше... Наше козырное оружие. Может быть. Тут нычки эльфов постоянно встречаются. Если я сейчас еще метнусь... О, щит хороший очень. 30% защиты. Деньги или опыт, 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 опыт. Деньги у нас есть. Заклинание... Водяной элементал. Это новый тир вызова. А я ж там по самонам вроде как. Призывание, да? Нет, это ежедневно. Это восстановление. На самон у меня только уменьшение магической энергии. Есть элементали земли и есть 9 водных элементалей. Так, хорошо. Элементали земли хорошо танкуют. Водные стреляют этой... С магической стрелой. Не хватает стака волков. Не, волки тут лишние. Надо этих убрать, конечно. А задача у нас просто перебить троллей. Правильно? Уничтожить тролля. Оранжевый противник. Обустошающих землю. Оранжевый противник. Так, давай глянем. Нам зайти вот сюда бы. Военная академия. Так что через... Пожалуй, водных элементалей. Пусть тут экспа. Еще экспа, экспа. Захватим. Бихолдеры-бедолаги подотстали уже. Немножечко. Почти-почти догонят нас сейчас. Здесь осмотрелись немножко. Сюда бы отправить тоже разведку осмотреться. То есть у меня задача не только тролля убить. Ой, это по нашу душу выдвигается. Ооо, на зебре. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну я бы вытащил как минимум грифонов и... Этих товарищей. Попробовал заказать здесь все-таки какого-то героя. Да ладно, все заказывай. Просто ту подкрепу, которая... Сколько у него там? Чего? Какого уровня? 11. Понятно. Спасайся, кто может, считаю. Просто бегите. Бегите, летите. За эльфами только зайдите. Фейками проверяем, что здесь. Восстановление маны, ручеек и удача. Такое. А, слушайте, здесь же еще одни тролли. Мне вот этих вот надо убить. Видимо, попутно замок придется пытаться штурмовать. Не хотел я этого делать, потому что здесь рядом ничего ценного нет. Кроме замка, собственно. Ладно, погнали. Ладно, проверяем, чего хотят. Вы увидели орков дозорных на верхушке этой старой башни и приближались с опаской, зная, что оркам никогда не следует доверять. К вашему удивлению, они не нападали. Один из них закричал. Никого не пропускаем! А орки не так говорят. Никого не пропускаем! Нет, орки как говорят. Загз! Нет. По приказу лорда тролля. Лорд-тролль. Тролли-лорды. Лорд-тролль. Значит, там еще и тролли прячутся по другую сторону башни. Но почему эти орки на их стороне? Вы уверен, что я не могу пройти? Да, уходи! Почувствовав нечто странное в его тоне, вы продолжали настаивать. Эти орки не производили впечатления, будто им нравится их служба. Нормально. На самом деле, похоже, им вообще не хотелось быть здесь. Я надеялся пройти на другую сторону, чтобы встретиться с лордом-троллем. А какое у тебя к нему дело? Спросил орк. Дело такое. Снести ему башку с плеч долой. Храбро ответили вы. Долгое время орки тихо переговаривались друг с другом. Когда они исчезли внутри башни, вы подумали, что вам отказали. Но тут у ваших ног разлетелась в дребезге глиняная бутыль. Среди осколков лежала записка. Вы подобрали ее и прочитали каракули, изобилующие ошибками. Мы не могем ничего сделать. Троллей очень много. Ты убьешь их, ты пройдешь. Вот послали, так послали. Причем известных троллей я уже убил. Точнее, известных мне троллей убил. Как вы видели, все делает. Так, человек на зебре опять захватывает нас. тролли здрасте да это стак который я все еще не с не собрал сила земли чтобы наносить очень приятный урон все минус оранжевый стало быть я сейчас могу теоретически вернуться и меня должны пропустить через ту заставу надеюсь миша пропустят да когда вы подошли то вошли в башню до нашли башню опустевший широко распахнутыми воротами эти орки явно почуяли что теперь могут убежать хотите пройти до таком не впечатление что у 20 уровня орг что-то в горло попало что это ластецкая потому что нет ваша заколиха ветерок вернулась из одного из своих разведывательных полетов с коллегу нам подогнала наша симпатичная фичка это сокол в подарок присев на вашу руку в перчатке она взволнованно кричала хлопала крыльями и больно стискивала клювом ваш большой палец через кожу вы знали что она себя так ведет когда опасность рядом но раньше она никогда не причиняла вам боли взмахом руки вы согнали ее извлекли оружие и тут лорд тролль со своим войском вышел из ближайшей рощи так следопыт блин ратное дело 300 хитов капец он жесткий вообще без шансов роли как и положено троллем регенерируется после каждого хода полностью но учитывая что мы там по пять по шесть и вырубаем за выстрел от фигня и у него судовой журнал этот артефакт увеличивает на 25 процентов дальность перемещения по морю куда это меня посылает но это явно еще не все ведь палатка ключника победа воскликнул я когда упал последний тролль моя миссия завершена наконец-то я смогу выбросить эти дурно пахнущие тряпки как бы не так я чувствую и вернуться к шаэре но когда я прохаживаясь мимо трупов снимал с них тигриные шкуры чтобы потом передать их придать их огню ветер донес до моего слуха негромкий звук ветерок сидевший у меня на плече вцепилась когтями в тело она тоже его слышала она не казалась он не казался угрожающим поэтому я пошел на этот жалобный звук вскоре я самонадеянно оторвался от своего войска и оказался в небольшой рощице жалобный мяукающий звук становился все громче пока я не увидел огромную нору на склоне холма тигриное логово элвин идиот ты туда не полезешь сказала сам себе но я был настолько недисциплинирован что не слушался даже собственных приказов я медленно вошел в огромное логово пару мгновений помедлил чтобы дать глазам освоиться с полумраком но царивший в нем запах я даже на царивший в нем запах я даже не обращал внимания поскольку сам разгуливал в штанах обмоченных тигром это помню начале миссии вскоре я нашел источник печального рева в глубине пещеры крупная тигрица свернулась у стены она открыла глаза посмотрела на меня и кажется несколько удивилась обнаружив перед собой эльфа я думала ты моего племени сказала она нет только штаны усмехнулся я но тут же поняв поняв что для шуток возможно время не самое подходящее я спросил о чем ты так горюешь тролли тебя обидели тигрица вдруг зарычала задрав гору голову к своду пещеры тролли они всего лишь лида до всего лишь досадная помеха что же я читаю так хреново так досадная помеха так вот с кем я сражался все это время тогда что же а когда она поднялась стало видно маленький неподвижный комок который она да то ли обнимала тигрица ткнула носом своего мертвого детеныша мертворожденный сказала она уже два года как во всем лесу не родилось ни одного живого тигренка мы не знаем почему и как это происходит но в своих снах мы тигры видим как некая злая тень прячется в подземелье и пожирает наших детей тигрица склонила голову и бережно ухватила своего мертвого детеныша зубами она медленно вышла из логова я за ней не последовало это было неуместно но когда ветер когда вытер слезы со щек я понял что все это время заблуждался как сказала тигрица тролли это всего лишь досадная помеха смерть тигрят вот и величайшая трагедия ребята тигрятам нужна наша помощь и спускаемся в подземлю вы набрели на выщербленные ступени и и вот это настоящие враги пошли ё-моё и возможно здесь мне понадобится подкрепление подземный мир что с богом едва я вошел в пещеру мне в ноздри ударила такая вонь что заглушил даже запах тигрины мочи на моих штанах я едва не задохнулся и закрыл рот и нос рукавом но это мало помогло что за зловоние воскликнул я одна из моих спутниц стояла рядом со мной над пальцами зажимавшими ее нос я увидел глаза полные ужаса смерть сказала воительница она так сильна что нужно ступать осторожно запах слишком силен для одного трупа даже без этого предупреждения я бы не сунулся вглубь этого туннеля не приняв дополнительные меры предосторожности воздух был прохладным стены сырые гладкие и скользкие поверьте меня не радовала перспектива провести в этом месте хотя бы час не говоря уже о днях и неделях которые могут потребоваться на поиске прохода обернувшись к своей маленькой армии были правильно что мы тут не бы не подкопили мне очень нравится повторюсь эта четвертая компания уже пока что самое любимое из из потому что здесь как будто либо переводил другой человек либо писал другой человек но судя по всему писал один и тот же как в чатике говорили значит видимо дело в переводе то есть тут хорошие обороты хороший текст приятно читать обернувшись к своей маленькой армии я скомандовал каждому пятому зажечь по факелу я смотрел на причудливые тени от первого зажженного факела разом занявшегося от огнива и тут на нас напали нас они поджидали нас затаившись во мраке и снедаемые жаждой убийства слова снедаемые понимаете ну вот так ребята но я надеялся что нечесть будет как и ответка есть на видимо была какая-то особенность до опасность постригает наш на каждом шагу захватывать замки будут она сейчас сохранится на самом деле а то вдруг выяснится что без подкрепления тут невозможно будет пройти нежити демоны оброняющие титут или так хорошо организованы что наверняка является частью более крупной армии к счастью к сожалению этих существ без по бесполезно у меня причем видите к сожалению я сказал к счастью это очень очень правильная трансформация картины мира этих существ бесполезно допрашивать они не чувствуют боли поэтому я по-прежнему не имею ни малейшего представления об их вожаке кто бы он ни был блин это это еще не вожак но кто бы он ни был я чувствую что это он повинен в недавней эпидемии рождение мертвых белых тигрят вы рождение рождение мертвых белых тигрятся правильно да армии серьезные серьезные можно было кстати автобой и и сзади сразу очень конечно миссия я и же и продолжу это было не это вот вторая миссия 4 компании 40 эльфов я не люблю убивать за последние несколько месяцев я изрядным привык к тому что все равно лишение кого-либо жизни оставляет меня неприятные ощущения во рту я испытывал укол сожаления даже когда убил лорда тролля конечно он был жестокий без беспощадной тварью лесной напастью но я но он был жив пока я не прекратил его жизнь логично однако я вовсе не чувствовал подобной вины когда прикончил этого некроманта варла арка особенно после того как осмотрел темный подвал его дома когда я вошел в этот сырой погреб то знал что все же все в нем было частью сложного заклинания кровавые рисунки на полу и на потолке тигрины и глаза в склянках груды костей зубов когтей и много такого о чем не хочется упоминать все это было оставлено составлено так чтобы высасывать жизнь из тигриных детенышей пока те находились еще в утробе матери это села передавалась в варларку и возможно позволяла ему жить по истечении человеческого срока жизни чьих еще детей похищал варларк за свою неестественно долгую жизнь я не испытывал вины по сути я гордился мир стал лучше это то есть ты был последний человек да ладно и мог попробовать прошлый раз его убить мир стал лучше после того как я навсегда покинул же при помощи склянки масло и факела быстро положил конец на да ладно не подожди под а серьезно это был под а почему тут ответвление еще наверх почему целая карта еще наверху игра по щади я хочу проверить что вампиры меншин да друзья у нас девочка эльфы мальчика эльфы мальчик уже возмужал девочка долго некоторое время сопротивлялась но очень быстро сдалась а отец против классика мы продолжаем ооо мы будем играть за элвина элвин приходится всеми навыками на следующий 28 уровень после моего спора с отцом шаэра я уединился в отдаленном уголке аранорского дворцового сада а то есть мы вернулись выполнили миссию примирились тиграми решили вопрос я сел у тихого пруда или пруда намочил платок в прохладной воде и приложил его к своих распухшей щеке у грамина была тяжелая рука все мое лицо болело но помимо физической боли меня еще больше мучило унижение от того что отец шаэры отказал мне в руке своей дочери перед всем эльфийским двором о нет короче нас отправили на испытание нас его дочь очень-очень любит и тем не менее две недели я почивал на лаврах героя аранорна сумевшего убедить белых тигров стать нашими союзниками и ошибочно думал что мое новое положение изменит мнение отца шаэра обо мне поэтому на одном из наших тайных свиданий с шаэрой я спросил ее хочет ли она стать моей женой конечно она согласилась оставалось лишь получить согласие у отца отец как бы хочет чтобы видимость там с другим товарищем который знать вместе мы отправились граммину и ко всему эльфийскому двору как того требовал наш обычай и я попросил у него руки его дочери он ответил мне ударом и грозившим свернуть скулу не знаю уж чего на него нашло неужели он настолько меня не любил затем граммин сказал если ты еще хоть раз посмотришь в сторону моей дочери я всажу свой меч тебе в сердце подавленный я укрылся в этом саду чтобы залечить свои раны как физически так и моральные мне на ум приходили мысли о бегстве я уж придумал как нам скрыться из ара норна но еще не знал куда мы пойдем и тут чья-то твердая рука легла мне на плечо не знаю кого уж я ожидал увидеть но лорд гарк был последним в этом списке ты в порядке спросил гарк целитель не нужен я помотал головой слушайте это же он нас и послал граммину действительно не стоило этого делать сказал лорд гарк присаживаясь на землю рядом со мной жаль но я даже не знаю чем вызван скорее там какие-то интриги дворцовый вот эти вот темы сам гарк замешан вангую потому что но логика должна быть в поведении отца правильно вот тем более мы там ему помогали дочку выручили его там ему самому самому тоже помогли наверняка не знаю мне кажется вот жаль но я не даже не знаю чем вызвано вызываю у него такую ненависть я не жалел не желал раскрывать свои чувства перед тем кто был моим соперником в борьбе за благосклонность шайры но не смог сдержаться мне нужно было кому-то выговориться и он оказался единственным кто был поблизости но вообще так себе аргумент ты знаешь как граммин оберегает свою дочь не принимай это на свой счет знаешь ведь даже я не недостаточно хорош для шайры в его глазах ничего в себе сказал гарк мне в это верилось с трудом ибо они казались уж очень хорошими друзьями но мы же любим друг друга разве он этого не видит я вижу признался гарк именно поэтому я желаю тебе помочь да ладно гарк добрый что да в это трудно поверить я так сильно люблю шайру что не хочу чтобы она страдала на самом деле я сделаю все что угодно чтобы видеть ее счастливой даже отойду в сторону и уступлю другому ох каблук внезапно я почувствовал стыд за то что все это время мечтал пересчитать ему зубы в своих фантазиях я часто представлял себе смерть лорда гарка в бесславной битве или отпадение с лошади или поперхнувшись морковкой да мало ли еще как тогда бы шайра досталась мне ну просто так морковки то точно а теперь он сам предлагал посодействовать моему законному браку шайры я взял руку и есть есть восьмая рука из восьми я взял руку гарка и сказал простите меня лорд гарк за то что я так ненавидел вас сто процентов один и тот же автор сто процентов просто перевод друга гарк рассмеялся и отечески погладил меня по голове лишь если ты сам простишь мне мои собственные ревнивые мысли конечно тогда мы союзники элвин и как союзнику я расскажу тебе как изменить отношения грамина это трудная затея но должны помочь я сделаю все что угодно гарк принялся объяснять что когда все бежали из авли во время расплаты граммину доверили лук короля эльфов а он его потерял или раз разломал к несчастью сам эльфийский король остался и погиб ведя свои армии на варварского короля килгера нижного задания должны надпи веселье от семечных жертвы хорошо скорее всего надо сходить на разведочку вот сюда вижу уровень уровень учитывая что мы ограничены 32 скорее всего уровень надо будет дерево взять попозже или сразу тиснем уровень а давай сразу погнали стрелковый напиток веселья это же первый да напиток веселья причем возможно они будут даже в том же самом порядке так это у нас зелье выносливости я в памяти вообще не держу зелье выносливость тоже нужно моя жизнь стала похожа на морской шторм такая же непредсказуемая хаотичная и опасная я почти совсем немного не мог думать вот почему мне понадобилось так много времени чтобы написать это письмо шаэри кстати да я хотел узнать от нее самой что она вышла замуж за гарка я лишь усугубляю свои мучения мучение возможно у меня нет причин считать письмо без подписи ложью на самом деле я даже подозреваю что его мог написать тот же человек что и учил меня искусство друидов и ввел эльфийский двор но минотат эксцентричный отшельник которого ничто ничего не интересует кроме исследований и дел совета старейшин зачем нему впутываться в неприятности и так я написал письмо шаэри вместо своей обычной лирики я писал сухо и по существу и заявил что скоро вернусь фаранорн и спрашивал почему она выходит замуж за гарка так скоро после того как клялась мне вечной любви у тихой лесной заводи под сенью звезд да да я друзья я я начал читать под сенью звезд но заводи не прочитав дальше то есть я не видел сенью и звезд я добавлял от себя но действительно у тихой лесной заводи под сенью звезд все нормально из первой кампании в действительности я боялся ее ответа больше чего бы то ни было более вот это я в материале уже просто в материале алхимик охнул выложив на стол слиток белого металла утомленной работой он упал в кресло и вытер салба под вот твое дымчатое серебро мой юный друг ты принес надо мне да вот они сказали вы выставляя их на стол потом вы спросили вы сказали что можете указать мне ювелира способного сделать зеркало истинной любви да это снова ты ты найдешь его далеко на севере его дом чуть в стороне от дороги но думаю ты не заблудишься но должен тебя предупредить бесплатно он не работает поехали дед и все открылась палатка с короче я так и знал as i i knew it i knew it as i thought хотел изначально сказать но забыл хотя мы лепреконов спамим периодически мне потребовался целый день чтобы набраться мужества и прочесть ответное послание шаэры дорогой элвин пожалуйста прости меня но я поняла что мы с лордом гарком созданы друг для друга мы родственные души то же что произошло между нами как я полагаю было той наивной влюбленностью которую часто называют щенячьей любовью это ничего не значило теперь когда в мою жизнь вошел вошел гарк оооо я поняла истину порадуйся же за меня элвин желаю и тебе когда-нибудь найти человека который станет для тебя тем чем стал для меня гарк заполнит твою заполнит пустоту в твоей душе когда-нибудь возможно ты осчастливишь какую-нибудь женщину при этом я надеюсь что мы по-прежнему останемся друзьями удачи леди шайра гарк а уже и фамилию взяла так это еще не вышло алло на следующее утро я все еще рыдал над письмом когда в шатер вошел мой заместитель вот так вот ну он сам такой балбес просто как так можно было я не понимаю ювелир оказался тощим неугомонным гномом спас не способному сидеть на одном месте пока вы рассказывали свою историю ювелир казалось одновременно работал над тремя разными изделиями да да ты хочешь чтобы я сработал 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 рамку из дымчатого из надо прекращать ну хотя если я не буду пытаться озвучивать так и не будет короче о котором ты говоришь конечно я могу это сделать но работа с дымчатым серебром очень трудоемкая ты согласен оплатить мое время говорит он конечно сколько ты хочешь золота не золото у меня этого добра навалом а вот самоцветы для меня ну давай принеси 40 самоцветов хорошо хорошо все героем собираем вторичным самоцветы основным не теряем время сразу убиваем волков я редко сплю каждый раз когда я закрываю глаза передо мной встает образ обнимающихся шаэра и гарка я представляю шаэру носящую в себе ребенка гарка я вижу как они счастливы я же лежу в одиночестве в своем шатре каждую ночь сжимая холодную рукоять своего кинжала еда вино даже музыка ничто не доставляет мне удовольствие моим единственным наслаждением стала мысль о том моменте когда я снова повстречаюсь с лордом гарком я жаждал смерти гарка почти так же сильно как и любви шаэра месть месть десять драконов впереди ну мне вообще это зеркало нужно для того чтобы в принципе на следующий уровень подойти пройти да насколько я понимаю сражается создание зеркала истины любви а может быть он только обрамление сделал короче надо искать следующего следующее задание оно вот здесь у нас так вы слышали что этот бродячий купец единственный обладатель двух футов фунтов чистого нетоптанного песка который необходим вам для отливки стекла для зеркала истинной любви должно быть купец заметил отчаянив на ваших глазах ибо когда вы осведомились о цене за мешок песка он сказал я не могу взять за него меньше десяти тысяч золотых но это же смешно ты не знаешь через что я прошел чтобы раздобить чистый песок это же очень трудное дело зная что он не ступит цене вы помчались на поиске денег но мне шестьдесят тысяч поэтому занося сумки с золотом в лавку вы вдруг почувствовали себя дураком расплатите так много за мешок с какой-то грязью купец быстро передал мешок чистого песка и стал радостно пересчитывать деньги раскладывая их столбиками а единственное что может расплавить чистый песок в стекло это дыхание дракона ты ведь знал об этом не так ли спросил купец когда вы собрались уходить да я не знаю вот только где найти дракона ответили вы а вот тут я тебе помогу к востоку отсюда живет одна красная дракониха я бы я бы советовал быть с ней поосторожнее она последняя в своем племени она скорее сожрет себя чем будет вести беседы да нормально все будет к востоку идем на восток нам показывают о пещера и табличка как раз ух и квеста здесь хорошо прописаны тут похоже не пройти да если бы не а сокол был читаем вывеску я скорбел на своем обычном месте на краю лагеря когда когда ко мне подошел тигр это тот который присоединился в самом начале и пал в первом же бою ты будешь говорить с тем кто называет себя посланником ара норна или нам сразу его съесть спросил белый тигр вздохнув я сказал приведите его сюда вскоре пара тигров привела ко мне молодого эльфа посланник едва ли был моложе меня самого но я чувствовал себя гораздо старше чем он выглядел кто тебя послал гарк о на самом деле я представляю эльфийский двор сэр в котором гарк заправляет всем и вся скривился я в усмешке чтобы не сказал этот посланник мне нужно учитывать что эти слова могут исходить от гарка внезапно у меня зачесалось зачесались руки взяться за кинжал продолжай учитывая вашу недавнюю преступную деятельность в этой местности преступную деятельность вскликнул я да полагаю они имеют ввиду недавние атаки на войска и крепости ара норна так вот эльфийский двор просит вас поступить по чести и сдаться самому они обещают обойтись с вами по справедливости провести непредвзятое расследование сказал посланник мне пришлось собрать всю волю в кулак чтобы не выместить гнев на этом несчастном эльфе вместо этого я медленно встал и повернулся к нему спиной чтобы он не видел как я стиснул зубы едва не искрошив их я хочу чтобы по возвращении ты изложил мой ответ перед всем эльфийским двором это мое право да это ваше право тогда скажи им что я не преступник в этом деле скажи им что я обвиняю лорда гарка в покушении на убийство и в понуждении шайры к замужеству против ее воли ты скажешь им это ты скажешь им это но я скажи им прокричал я что за что за истеричка все нормально же будет пещера красного дракона пам пам па-па-ра-па-ра-пам классно да красная дракониха поджидала вас и вопреки предубеждению предубеждению купца совершенно не намеревалась употреблять вас пищу ты тот кто сражается с эльфом по имени мирилас верно спросила красная дракониха да хорошо надеюсь ты ему всыплешь как следует вы пришли сразу к делу я надеялся на твою помощь чтобы ты превратила чистый песок в стекло для зеркала я пытаюсь смастерить зеркало истинной любви правда негромко заговорочистки многозначительно сказал красная дракониха поведай мне свою историю с самого начала люблю длинные повести не рискуя пренебрегать гигант прогневать гигантского зверя вы рассказали красной драконихе все когда вы закончили свой рассказ красная драконика откинулась назад и молвила возможно мы могли бы помочь друг другу как этот эльф мирилас недавно взял в плен моего суженного серьезно он самый прекрасный черный дракон эй расизм ну она если бы она сама была черной то она могла бы говорить черный дракон но она же красный дракон правильно она не может так делать куда мы катимся в этот момент вы проникаетесь к дракону неподдельным сочувствием представить только и где твой суженный спросили вы наверное заперт в одном из городов окрестности я обыскала сама но не смогла найти его а города слишком хорошо укреплены чтобы нападать на них если ты вернешь в него его ненаглядного я с радостью отолью для тебя зеркало так еще раз где заперт в одном из городов окрестность обыскала не смогла найти может в углу ск да я покажу hold my beer ой а че началось то сразу кто тут главный кто тут батя как сказал бы ахилл просто и бутылка еще запас на на из просто пришел к замку с тигром хорошая стрелка как раз оглушает оооо посреди двора был прикован крупный черный дракон черный черный дракон он казался ослабшим но его глаза светились яростью я поколебался перед тем как освободить зверя он мог бы обратить свой гнев против моего войска против моего войска тогда я объяснил ему зачем я здесь и пообещал отвести дракона к его подруге красный тогда и только тогда черный дракон согласился присоединиться ко мне так здесь у нас тоже все отстроено только гильдии нет ценное есть что-нибудь проща давай родная что скажешь ваше скорбящее сердце возрадовалось при виде пары драконов взмывших в небо и резвящихся в облаках я уже заговариваюсь какое-то время вы наблюдали за ними и уже стали задаваться вопросом а вернуться ли они вообще и когда вы уже собрались расстроиться красная дракониха села на землю прямо перед вами я не забыл о своей части сделки эльф давай свой песок сейчас в плавим тебе зеркало сказала она теперь когда все сделано вы можете вернуться вор нет 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 4 уровня ребят 4 уровня я не забыла что вы можете